Итак, друзья, мы приступаем к рассмотрению климата для нашего места. Первое, с чего мы начнем, это световой режим. Здесь мы видим график хода солнечного сияния, то есть сколько часов в каждом месяце у нас, на нашей территории, мы видим солнце. И в целом по году это примерно 2342 часа солнечного сияния. Зона фотоактивной радиации, это зона 5. То есть у нас весьма хороший солнечный бюджет, то есть мы получаем очень много солнечного света, в том числе того, который очень активно производит фотосинтез, то есть тот, который важен для растений при фотосинтезе. Следующая характеристика – это осадки и различные их типы. В первую очередь, конечно же, мы смотрим на дождь и другие осадки, общую сумму среднегодовую, это примерно 805 мм. И мы видим, что в общем и целом у нас достаточно хорошо распределены осадки по году, за исключением двух месяцов, это июль и август. Здесь у нас присутствует достаточно небольшое количество осадков, и это еще подкрепляется тем, что у нас здесь очень много солнца. В эти месяцы вы видите, что июль и август – самые высокие солнечные месяцы. И вот на этом графике динамика гидротеремического коэффициента Селенинова, я его расписал конкретно по месяцам, обычно он считается просто по году, он считается как сумма осадков, выпавших при температуре более 10 градусов, деленная на сумму всех градусов выше 10, среднесуточная температура, и все это уменьшено в 10 раз. И, соответственно, по нашему, по году в целом у нас 1,37 гидротеремический коэффициент Селенинова, это очень хороший показатель, это значит, что мы находимся в лесной зоне. Если меньше единицы, то мы уже находимся в пограничии между лесостепью и лесной зоной. Больше двух – это значит, что мы уже в переувлажненном климате. Но если развернуть ГТК по месяцам, то мы увидим здесь вот такую вот динамику. У нас апрель-май будут достаточно влажными, и июнь тоже больше двух, то есть мы видим здесь апрель и май, точнее июнь больше двух. И июль-август уходит у нас 0,7-0,5, и это действительно подтверждается фактическими наблюдениями. Мы видим, как обсыпается достаточно большой объем листвы на той дичке, которая здесь растет, яблони и груши. Они теряют там от 30 до 50% своей кроны. То есть это тот фактор, с которым нам придется очень хорошо поработать, восстановить водный цикл, так чтобы растения не страдали от избытка солнечного света и дефицита осадков. И это вполне возможно. Нет ничего здесь такого необычного, непосильного для пермакультуры и всех тех стратегий, которые мы хотим применить на нашей территории. Следующее – это атмосферные характеристики по части температурного режима. Вы видите график среднемесячных температур для нашего региона. И среднегодовая температура у нас 11,4 градуса. Вы видите, что у нас ни один месяц не уходит ниже нуля по среднемесячной температуре. И это важно для тех, кто, допустим, мечтает выращивать какие-то тропические культуры, или субтропические, будет точнее сказать. Для этого нужно понимать сумму активных температур, допустим, по 15-ти градусной отметке или по 10-ти градусной отметке. Также градусы дни роста помогут вам в определении того, что вы можете вырастить на этой территории с точки зрения температурного режима. Зона морозостойкости. Мы находимся в зоне морозостойкости 6А. То есть это значит, что минимальные, среднее значение среди минимальных температур за 10 лет составляет примерно минус 20,6 градуса. То есть, естественно, у нас зимы бывают и более суровые. Мы заставали здесь за 4,5 года температуры минус 27, даже кратковременно минус 29. Но это буквально один день, одну ночь. Точнее, 27 может иногда быть и несколько недель держаться. Но в целом зима может быть настолько мягкой, что январь и февраль может пройти весь при температуре плюс 16 градусов. То есть, как бы, год от года у нас зимы разные, температуры колеблется. Иногда бывает очень снежная зима, и снег лежит 2-3 недели подряд. Но обычно это 2-3 дня, и снег тает. То есть у нас с морозами и с низкими температурами нет устойчивости с точки зрения снежного покрова, соответственно, и свои особенности, связанные с дорогой. Следующий раздел по атмосферным характеристикам – это влажность, воздух и ветровые потоки. И здесь вы видите среднемесячную влажность воздуха. Опять же видим, что у нас, естественно, лето самое сухое, особенно июль и август. Это 66%, ну, 66%, почти 67%. Но, несмотря на даже такие показатели, у нас на самом деле очень влажный воздух. Каждый практически день у нас может быть туман. Утром очень интенсивно образуется конденсат. Если вы оставили летом белье после 6 часов, оно начинает набирать влажность. И, соответственно, утром оно будет влажным. Это определенный недостаток с точки зрения бытовых условий. В доме, естественно, если у вас дом герметичный, у вас никаких проблем с влажностью нет. Наоборот, даже может при хорошем отоплении у вас может возникнуть потребность в увлажнении вашего внутреннего пространства. С точки зрения сохранности древесины, это накладывает определенные ограничения. И мы об этом еще с вами поговорим. Но с точки зрения выращивания растений, это имеет свои плюсы, определенные в том числе для целого ряда культур, которые относятся к колхидскому лесу. Об этом мы еще с вами поговорим, когда будем рассматривать направление деятельности в рамках нашего проекта и конкретно специализированный проект «Колхидский лес». Ветра. Ветра у нас нестабильные, у нас нет стабильных ветров, так чтобы можно было на них рассчитывать с точки зрения, допустим, генерации энергии устойчивой. То есть у нас ветра могут быть, могут отсутствовать полностью, могут быть там 2-3-5 метров в секунду, но есть несколько сезонов, когда есть сильные ветра. Это примерно март месяц и ноябрь. Сейчас вот мы отмечаем, что сезон ветров в ноябре у нас постепенно перемещается на декабрь. Сезоны ветров у нас связаны с тем, что мы находимся не так далеко от Черного моря, то есть примерно в 75 километрах от Черного моря через Кавказский хребет. И когда происходит смена сезона осени на зиму и, соответственно, весны с зимы на весну, то происходит перемещение больших масс теплого воздуха, и это вызывает такие сильные порывистые ветра вплоть до 25-27 метров в секунду, которые могут длиться несколько дней подряд, иногда до двух недель. Это вот самый продолжительный период, это две недели. И все эти ветра, соответственно, у нас в основном южного направления, заходящие до востока, юго-запада, иногда северо-восточные. Север у нас и северо-запада практически нет ветров. На этом мы закончили рассмотрение блока климат, и теперь переходим к рельефу.